Вы не представляете, я как плакала, как я плакала перед своим сыном, а он мне говорит, мама, ты понимаешь, я ни в чем не виновата, ну ни в чем я виновата, я был сыночек любимый, подпиши, подпиши, я не могу, говорю, без тебя. Вот такая история, вот приходит прокурор, Дмитрий прокурор говорит, меня пытали, прокурор говорит, ну напиши, написать я не буду, Дмитрий. После этого прокурор пишет ответ, проверка проведена, все в заправке закона. Пишет тот прокурор, который был на суде у меня, на продлении у моего сына, и он же делает отписку этого прокурора. Я мама Андрея Чернова, который задержан был в Пензе 9 ноября, он был задержан последний из ребят, но, наверное, он не попал под то, что попали ребята, он уже был задержан, ну, наверное, как, наверное, для большего сообщества, так как общался последнее количество в обществе, так как в последнее время общался здесь с Димой очень плотно, они занимались трейболом вместе, вот. Он был задержан на работе, прямо в цехе, где он работал, его забрали, сразу же надели на него наручники, и при всем скоплении, в общем-то, народу его увели. Но увели, когда увели, больше мы о нем ничего не знали два дня. Через два дня, когда мы его уже нашли, как говорится, где он находится, он уже подписал все, что надо было подписать. Все, что ему дали, он подписал. Ну, на него оказывали просто давление, сказали тоже, что его посадят в камеру, что его там, как это, не знаю, правильно назвать, в общем, это и пытать. И, во-первых, что у него есть брат, который остался, они двойняшки у меня, что если он не подпишет, то он тоже окажется с ним здесь. Ну, это, во-первых, самый аргумент такой был, конечно, в ту позу, что он все подписал, потому что допустить, что брат еще здесь оказался, это для него было, в общем-то, больнее всего, наверное. Хотя с адвокатом они на первом же допросе, адвокат говорит, как он нам потом сказал, что я 40 минут прибирался со следователем, чтобы заставить его написать те показания, которые мы просим, мы даем, а не те показания, которые хочет он. Все-таки были записаны те показания, как хотят Абдрей и адвокат. А вот, все это было. Ну, а потом на него опять начали отказать тоже давление, его, во-первых, с Димой столкнули, с пчелинцем дали, Дима был избит, в общем, сказал ему, что Андрей, ты не выдержишь этого, подписывай все, что они тебе скажут. И Андрею дали неделю, чтобы он, где он нам посылал письма в это время, такие короткие, письма отправлял, скорее, пожалуйста, быстрее, пришлите адвокаты, я сделаю тогда все, как они просят. В общем, я не буду ни в чем сознаном, в общем, как говорится, от всего откажусь, что, ну, не знаю, наверное, смогли мы как-то и убежать от этих действий, хотя и были в карцер, весь Новый год он там просидел в карцере, и до этого были, подбрасывали что-то ему, лезвия какие-то, за что ему сажали потом опять в карцер, он сидел в одиночной камере. Но пока мы сейчас, как говорится, отказались от всех тех показаний, которые не заставили его подписать, и сейчас пока держимся, вот это вот, с помощью нашего адвоката мы держимся. И как-то, ну, немножко надежду ему дали, он потому что был, всегда говорил, мама, это бестолк, все, зачем все это, зачем адвокат, здесь, в общем-то, все бестолково, всех антифашистов всегда сажают и оправдательных приговоров не бывает. А вот, они сделают так, как надо им. Я Светлана, мне мама, почему не звоните, мы тебя сдержали 27 октября, а то, что происходит задержание, он знал, что задерживает его друзей. Почему он не понимал, потому что он явно понимал, что ничего противозаконного не сделал, никто никуда не прятался, я хочу сказать, не скрывался и не убегал. Ваши выступали здесь. Да, он тоже знал, что ребят задержали, они не понимали просто, почему, зачем. Да, никуда не убежал. Я немножко, может быть, забегу вперед о том, как звучит обвинение, что это глубоко законспирированная террористическая организация. Так вот, вот это члены, якобы, по словам следователей, это глубоко законспирированная террористическая организация, не скрывались. Мало того, по их версии разложили, кто оружие, кто гранат, кто еще где-то в самых доступных местах подходить и меня забирают. То есть, ну, в общем, просто ужасно. Вот, ну, ужасно это, ужасно, что происходит, и, с другой стороны, смешно и не смешно, да, то есть он был глупо настолько, но, к сожалению, абсолютно все бессильны, что либо доказать. Дмитрия задержали, его подвергали жесточайшим просто пыткам, это висел вниз головой, ну, выходили уже, в общем-то, какие-то его признательные показания. Был адвокатский опрос, где он спустя два месяца дал показания, что его подтрали, что все, все, что он сказал, и все, в общем-то, он оговорил себя, все с применением пыток. Это висело вниз головой, это подключение динамо-машины, значит, пальцем, это доводили его до такой степени, что он сам сказал, что мне трогали на шее пульс, и проверяли, чтобы я, значит, не умер, что я не могу просто это описывать. То есть ужас, ужасно, это пытки, это не один день, это не один день, это не один час, это условия особые, это поддельно, он находится всегда один в единочной камере, это постоянный приход, то есть это постоянное общение с ним в любое время, когда они хотят, заводят, заходят, выводят и общаются. Вот, ну, соответственно, значит, когда появляется второй адвокат из отбора, он сумел заговорить, он поддал эти показания, что они пытались, что он себя оговорил ровно на следующий день. Он дает совершенно другие показания под камеру, потому что вновь, если ему пришли опять сотрудники ФСБ, его опять пытали, он отказывается от своих показаний, он говорит под камеру, что он дал ложные показания, дабы себя, значит, избавить от уголовной ответственности, вот, все, что он сказал, все правда. Ему дают встретиться с женой, а мы сына не видим, не видели ни разу. Ему дают встретиться с женой в этот же день, она его видит просто истерзанным, избитым, причем это внешне все, не просто там какие-то там измученные глаза, то есть руки, лицо, стадины, прям все видно следы погоди. Ну, сейчас он сидит, его никто не трогает, его книгу каждый день осматривает, ну, он и, собственно, никаких показаний не дает, он все записал, то, что нужно было подписать, он себя оговорил опять, он все, дал все показания, которые нужно следователю для продолжения, значит, написания этого детектива, и его никто, соответственно, не трогает. Разговор о том, что он сейчас пойдет назад и будет давать какие-то показания, не идет, потому что ему сказали, что как только ты разворачиваешься назад, мы приходим тут же сразу к тебе, и, в общем, ничего хорошего не будет, будет все то же самое, все повторяется, и, кроме того, мы имитируем твое самоубийство и твоим родственникам, покажем на камеру, ты прекрасно понимаешь, мы это мучим, то есть они увидят, что ты покончил с собой в этой камере. То есть я понимаю, что это, может быть, конечно, часть психологического давления, но человек, который неоднократно это перенес, ну, наверное, ему мало в этом приходится сомневаться, я прекрасно понимаю, что вы взрослый достаточно мужчина, и, наверное, возникло в этой ситуации болезни. Шигина Елена Малышевна, Байла Армана. Мы долго держали глухую оборону. Причина нашего молчания, помню, у него хроническое тяжелое заболевание на грани жизни и смерти. Когда его забрали, у него была температура подсора, он находился в ужасном состоянии, плюс, пока его увезли из Питера в Пензу, применялись к нему, ну, мы не заявляли об этом, но к нему применялись также пытки, пока его увезли. Поэтому то, что он дал показания какие, ну, это он подписал себе смертельный приказ, в первую очередь, там, по-другому я не могу сказать. Так же к нему привезли. Если бы не дал показания, да? Он бы умер, да. Ему не давали лекарства. Когда меня вызвали в ПСБ, в Пензу, я сказала, прежде с тем условием, если вы мне дадите свидание лично с ним, не через стекло, а лично, что я его могла увидеть. Ну, да, мне дали. Когда я зашла к нему, ну, там, за решеткой, здание ПСБ, конечно, когда я его увидела, я ужаснулась, он был в ужасном состоянии, он был в ужасном физическом и моральном состоянии. Ну, больше всего, конечно, физическое состояние, его не лечили, и он еле стоял на ногах. Он говорил, мне не дают лекарства, и мне там стало плохо. Я в кабинете следователя, мне было очень плохо. Они видели, что мне плохо. Я начала, можно сказать, истерикой, не истерикой, что у меня там было. Я сказала, даю до президента, и по прочим, что я могла, и всего, что я могла, когда я, ну, то, что я увидела эту картину, это просто невозможно писать словами. Состояние было. Значит, показывать мне руки, ноги, пытался снять из себя какую-то обувь, показать какие-то ожоги. И когда ему реально там стало плохо, они стали его лечить. Сейчас они его дают таблетки. Не лечить, нет. Лечить или лечить, это надо его дома. Поддерживать его жизнь и, наверное, дотянуть до суда. Вот так я скажу. Наверное, это будет правильно. И поэтому это было основное давление, что его даже больше и пытать не надо. Ему достаточно не давать эти лекарства. И сейчас я понимаю, что я даже сейчас рискую его жизнью, не просто здоровью. Я рискую его жизнью. Мне звонит с НТВ, а я уже с родителями стала общаться вот как раз тогда, что мы даем огласку, мы что даем все. Я подумала, что НТВ это как бы хорошо. Но мне на следующий день, как раз тот день, когда я должна была с НТВ встретиться, звонит следователь. И начала интересоваться. А ваш сын вам пишет? Я говорю, ну не знаю, все доходит или не все доходит. Ну пишет, да, что-то получает. Лекарства. А лекарства ведь ему дают. Я говорю, ну сейчас он не жаловался, да, не дают. А лекарства... А я говорю, а что вас так это заволновало? Дают ему лекарства, не дают. Жаловался он, не жаловался. Ну вот к вам приедут корреспонденты с НТВ, вы должны дать интервью. Я такая задумалась, ну говорю, а почему я должна дать интервью? Ну ему же дают лекарства. Ну в общем я поняла, я говорю, я вас поняла. И тут начала соображать, и тут я как раз вы стали включить про это НТВ, как мне выйти из этого положения. Ну они не то хотели от меня услышать. Ну я встала в такую ситуацию, что я не могла отказать. Хотя теперь сейчас откатывай назад, наверное, надо было все правильно послать. Извините. Вот. Такие вопросы я сейчас вам скажу, что они меня задавали. Я отвечала, где-то что попало вообще, где-то не попало, где-то вообще их вызвала придурками. Но дело в том, что они показали ролики засекреченного дела и попросили меня прокомментировать. Засекреченного дела. Да, эти ролики даже не показывают адвокату нашему. Да, они мне начали показывать. Я говорю, как хорошо вас ФСБ подготовили. Я говорю, прям вооруженные полностью ролики, там наши парни друг с другом в одном ролике, типа ножами, что-то там. Я говорю, слушайте, так это же не ножи, а на ножи, я говорю, можно если остановить и прибыли? Ну там какие-то палки, ну имитации ножей. Я говорю, ну что, пацаны, говорю, они это друг с другом занимаются, тренируются. Я говорю, что, какой от меня комментарий? На втором ролике было, они что-то как из-под зимы. Ну что-то присыпано, прикопано, какой-то достают. Ящик открывается, там пара каких-то оружий и какой-то пистолет. Я не разбираюсь, но я сказала, скорее всего, тоже есть трейбольное оружие. Ну тренируются, молча, не-не-не, опять ни к чему не призывают. А вы знаете, что они нашли литературу террористической, призыву к терактам. И вот у меня, простите, вопрос, дорогие, а вы знаете, что они собрались взорвать Мавзолей? Вы знаете, я тут просто вроде как и смешно, и не смешно. Я говорю, вы представляете, группу шесть парней крадутся в темноте под камерами к Мавзолею, чтобы взорвать Мавзолей. Я говорю, это прокомментировать, я говорю, не я могу, это прокомментируют, может, специалисты психиатрической клиники, которые это все застряпали, пытаются им навешать. Ну и какие-то вот такие вопросы, я сразу сказала, ну, провокаторы, ну, все такое прочее. В общем, они подготовили этих, так сказать, корреспондентов, слили им секретную информацию, они ходят по родителям секретной информации, и это все показывают, но можно предположить, для чего это делается. Склеить они сеть не могут, они уже не знают, к чему, кого, как привязать к этой сети. Похоже, недостаточно, даже, как они говорят, у нас улик, значит, нет улик, что нужно им пытать, что это нужно склеивать и натравливать, по-другому я не могу назвать, как ведут себя эти корреспонденты, именно натравливать на родителей каких-то непрофессиональных журналистов. Ее мама Ильи Барыша-Коскова, Илюшу задержали вторую. То есть первую заберчу Дуицовина, который у нас уже сейчас на свободе, который написал на всех показаниях, и на основе этих показаний задержали наших детей. То есть Илюшу, ну как бы, он пошел искать этого Зорина, поехал его искать. Его, значит, там в пенсии, значит, задержали по избышнике, потом два часа с ним, его держали у себя там, обрабатывали его, добили на него, потом привезли домой, дома у нас произвели обыск, приехали вместе с понятыми, то есть уже приехали с понятыми, зашли мы к нему в квартире, в квартире, они знали, где взять бомбу, которую сами положили в то время, когда Илюшу держались сюда в отделе. В этом, я уверена, на сто процентов. Граната? Да, граната там, ну, в общем-то, вот такой вот какой-то сосуд, да, или я даже не знаю, и пистолет, который они нашли под диван. Так как я живу вместе с сыном, то есть у нас квартира находится друг напротив друга, сын у меня не знает, где что у него лежит, это знаю я, я могу со 200 процентов, прям вот уверенная в том, что они когда вот эти два часа они держали моего сына, в это время они взяли ключи от его квартиры, зашли к нему в квартиру, вот это все положили, потому что они по сторонам не смотрели, они практически вот открыли дверку шкафа коконного, там посуда, и следом же открыли эту нишу под окном, то есть они знали, где это все лежит. Потом, значит, я не знала об этом, следователь и адвокат, они до такой степени слаженно работали, то есть добрый следователь, хороший адвокат, все у нас правильно, мы идем вместе со следствием, мы помогаем следствию, и нам из-за этого будет поблажка очень большая. Я говорю, а в чем он у меня вообще виноват-то? Ну там много всего, ну ладно. В это время пытают моего сына, пытают, пытают, но в то же время усыпляют мою бдительность, его пытают, потом 10 дней его держат в карцере, после этого дают свидание мне с ним, но свидание проходит вместе с оперативником, то есть мы сидим друг напротив друга с Ирюшей, и он мне сказать, как он мне скажет? Никак, он мне просто не мог об этом сказать, но я видела его глаза, сколько там боли, сколько там вот этой боли. Потом мы опять же так же, мы дружим со следствием, мы работаем со следствием. Токарев-то у нас вообще замечательный следователь, он мне дает такую поблажку, то есть он не делает моего сына организатором, он делает нам вторую часть, это же большая поблажка для мамы. Он опять же дает мне увидеться с сыном. И в одном из этих свиданий Илюшка мне говорит, мам, тихо, тихо, только вот тихо, мам, мама меня пытает, только ты тихо, мам, успокойся. Но мы опять же дружим со следствием, потому что, чтобы на моего сына не повесили первую часть. Потом, да, вот и я тоже задаю себе такой вопрос, а что, в чем он у меня виноват? Какая 205-я? Какой он у меня террорист? Он у меня ходит, бомжей кормит. Он у меня людям помогает. Он у меня учится в институте на четверке, на пятерке, со всеми общается до такой степени. Все от него в восторге, как он разговаривает, какой он добрый, какой он отзывчивый, как друг. И в то же время я вот с его одногруппниками пытаюсь как-то пообщаться. С одной девочкой я пообщалась, да. Она мне вот это вот все рассказывает, какое отношение у всех к нему. И здесь же у меня пропадают вот эти свидетели, которые могут дать, рассказать, какой у меня илюшка. Ладно, я там, мама, правильная с материнской точки зрения, правильная там говорю, хорошо. А это посторонний человек, просто одногруппница. Она у меня исчезает. Она у меня удалилась с контакта, она не отвечает на мои телефонные звонки. Я опять адвокату своему задаю вопрос, а почему у нас свидетели пропадают, которых я сама нашла, которые могут там в защиту-то его сказать. Он говорит, а ты как хотела. Никто не пойдет. Ты где какую-то правду собралась добиваться? Ты ее не добьешься. Ты вот и система решила бороться. Ну и в итоге все-таки мы собрались, мы встретились с родителями, мы стали разговаривать, но наши дети ни в чем не виноваты. Ни в чем не виноваты. И буквально после того, как я приехала с Москвы, после встречи с родителями, 10 апреля у меня у Илюши день рождения, звонит мне следователь и приглашает с ним побеседовать. Я прихожу в ФСБ, мы начинаем с ним беседовать. Он опять же мне рассказывает, вот эти тренировки, это у них подготовление к Майдаму. Это у них подготовление к Майдаму. Я говорю, это зорница. Я сама в нее играла. Сейчас она называется там стрейкбол. Нет, вы недопонимаете. Вы понимаете, если он сейчас что-то как-то начинает менять, у него первая часть. Вы ему, как мама, должны помочь. Ну и в итоге, вот он меня обрабатывал 2,5 часа, доказывает то, что я, как мама, как мама, я обязана ему помочь, чтобы он у меня шел на минимум, чтобы у него не было первой части. А на минимум, это там от 5, это минимум. Ну какой минимум-то? Он вообще ни в чем. Они ни в чем не виноваты. Какой может быть минимум? И в итоге он говорит, если вы хотите своему сыну помочь, вы должны пообщаться с корреспондентами. НТВ, да. Илюша на суде это зачтется. Мы пока предъявим на суде видеосъемку того, что вы как там, что рассказываете. И ему это все зачтется. Из кабинета я выхожу. Из кабинета следователя я выхожу. Я там... У меня можно было бы на своей машине уехать. Нет, я сажусь в машину. К этим корреспондентам со мной вместе едет оперативник. Мы приезжаем ко мне домой. Ну и начинается разговор. Если честно, как таковое, чтобы вот там... На какие вопросы я отвечала? Как мне их задавали? У меня истерика. Где-то что-то я в другую стель. Следователь меня предупредил. Ни в коем случае не говорите, что они играли в зажницу. Ни в коем случае. Оперативник меня направляет, чтобы я отвечал так, как нужно им. Вы можете интервью, да? Да, да, да. Сопротивниками. Сопротивниками вместе, да. Сопротивниками. Сопротивниками. Интервью, правильно. Такое интервью. Да. Ну, про Льва Александровича расспрашивали, какую помощь он мне предлагал, оказывал. Я говорю, ну, я не вижу пока никакой помощи. Я говорю, вы понимаете, это помощь, когда наши дети, невиновные, будут вместе с нами. Тогда вот, да, это будет правда, которой, я не знаю, мы добьемся, в конце концов, или нет. И еще, и еще, наверное, добавят, что-то вроде. Да, ну, я отец Дмитрий Килинцев, когда дела получил, я все время находился в УПИЗе, посмотрел, значит, по мере пресечения решения суда, там, и, значит, там описывались силы, ну, как бы, от прокурора, за что их надо всех сажать. Меня просто убило формулировку, я не знаю, говорю ли, что, значит, занимались незаконно овладеванием наук выживания в лесу и оказания медицинской помощи. Ну, о чем тут можно говорить. Лепет, из чего попал. Характеристика, который прикладывался во время пресечения мера, вовремя определения мера пресечения, давал участковый не по месту проживания, а по месту пребывания у своей жены. Он его в глаза никогда не видел, от участкового. Он написал там полный бренд. Кстати, характеристика была у всех одинаковая от участкового. Под копирку была сделала всем. В Питере ситуация не лучшая, ну, то есть, она лучше на сегодняшний день, по крайней мере, мы очень это надеемся. Вот это то, что меня в этом деле поражает больше всего, то, что это разные регионы, это разные следственные группы, это разные оперативники, но абсолютно одинаковые методы работы. То, как ребята описывают то, что с ними происходило, ребята из Пензы, описывающие своим адвокатам, и то, что зафиксировало НК Санкт-Петербурга на арестованных в Петербурге, это абсолютно одинаковое применение тока, это абсолютно одинаковые, извините, белые перчатки, в которых приходят сотрудники ФСБ, и проверяют, насколько человек реагирует на пытки. Извините, это вообще довольно трудно себе представить, что это не эмоциональное насилие, а это спланированное, четкое, с проверкой пульса, с проверкой жизненных показателей, и с применением пыток, в том числе током и ударами, и так далее, и проверкой реакции, ребят, знаете, простите, пожалуйста. И это настолько, и мне очень хочется знать, где их это мучить, если честно. Мне как человеку, живущему в этой стране, хочется знать, почему сотрудники ФСБ в разных регионах ведут себя абсолютно одинаково, применяя жесточайшие нечеловеческие пытки. Три человека, находясь совершенно в разных местах, дали показания пытков. Есть адвокатский опрос. Два человека уже отказались от этого. То есть они сказали, что мы оговорили себя, но самое главное, что вы почитаете эти показания, они одинаковые, вот правильно говорю, Александров, и это нельзя придумать, понимаете, вот то, что было бы одно, был бы только один Филинков, Филинков не отказался, он держится, но ему повезло, что он оказался в Питере, поэтому зафиксированы были, члены военка, зафиксировали побои, значит, ожоги, и сейчас идет проверка, в принципе, благодаря Москалькова, я думаю, в основном, сейчас идет доследственная проверка жалобы на пыль, она идет, она не закончена, и, конечно, они будут отзаматывать, и очень важное, что я хочу сказать, это то, что, может быть, мы вели впервые, объединились родители, которые боятся за свои детей, и все аргументы вы видите, почему они боялись, потому что они рисковали вступать в эту группу, в борьбу за своих детей, но они все-таки рискнули, где-то еще месяц назад мы пошли к Москалькову, больше должно быть, больше месяца, из Питера, еще раньше писали Москалькова, и, в общем, поддолкнули, действием определенным, она написала писем, тогда, поэтому с ней мы уже обсуждали, но сегодня первый раз родители с ней, и она сказала, что она будет действовать в рамках своих полномочий, она почепнула, у нее не так много, действительно, если посмотреть закон о полномочии права человека, то не так можно вообще здесь возможно, она увидела, она услышала, я так, может, поверили мне или нет, кто-то из вас говорит. Мы надеемся, что мы слушаем, хочется верить, потому что у нас уже все, мы устали бояться, мы устали бояться, мы просим помощи, но все-таки, наверное, как женщина, как мама, мне кажется, она услышала. Олегович, Иленко Эхо-Москвы, скажите, пожалуйста, ну все-таки, вот, тяжелый вопрос, но есть ли у вас все-таки какое-то понимание, все-таки внутреннее, почему вообще это дело возникло и почему ваши действия будут сейчас не нужны в каких-то условиях сидеть? Козыря. Всем! На мой взгляд, это все очень просто. Примерик выборов и, как, причем, это было сказано, в примере определения меропресечения, там тоже выводы были, что они готовили террористические акты в преддвериях выбора и чемпионат группы футбола. То есть, была команда активизироваться, активизировать работу, по поиску, выявили, человек захотел получить себе очередные звездочки и погон. у меня. Может быть, конец, я не знаю. А так как они антифашисты, и... А здесь просто друзья между собой антифашисты, это они уже очень давно. У нас здесь правовое государство, у нас все честно, у нас все правильно, но в конце концов сколько мы будем терпеть над нашими детьми издеваются, палачи в погонах, которые должны в конце концов нас защищать, а мы их боимся. Ну это где? Какая правда-то? Они ведь...